Дорогие телезрители Суть и идея проекта была такова, что мы на базе Института культуры и искусств нашего университета хотели открыть школу и открыли традиционных ремесел народов Карачаево-Чкетии по пяти направлениям. Это художественная обработка древесины, художественная обработка металла, художественная керамика, искусство войлока и вышивка золота. То есть идея была такова, что на базе Института культуры и искусств все это есть, есть мастерские, есть мастера, но они учат только тех ребят, которые учатся именно в Институте культуры и искусств. Мы хотели расширить эти мастерские, чтобы и остальные студенты, и не только студенты могли ходить в данную школу и учиться этим видам искусства. Отличная идея на самом-то деле. Ну вот подскажи, пожалуйста, кто в итоге смог принять участие в этом проекте? Были ли это только студенты или, к примеру, вы привыкли школьников? Школьники тоже приняли участие, но их, конечно, было не так много. Основная масса была, были это студенты, около 100 студентов из разных факультетов. Да, из разных факультетов. И как раз они уже по своим направлениям, которым было им интересно, то есть кто-то хочет заниматься керамикой, идет на керамику. Кто-то хочет заниматься деревом, идет работать с деревом. И по направлениям мы их разбили, они уже прошли и мастерские классы, получили небольшое обучение. И у нас в планах, вот обучение длится 10 дней. У нас в планах, чтобы вот по 10 дней набирать новые группы и по 10 дней их немного обучать. И в этом году мы еще хотим расширить этот проект, будем участвовать в Грантовом коксе национальных проектов. Если нас поддержат и мы победим, то, вернее, получим грант, то мы хотим расширить до 10 направлений. Сейчас у нас 5, до 10 направлений. Включить там еще и кузнечное дело. Станки, конечно, очень дорогие, но если все получится, я думаю, об этой школе еще мы будем говорить и говорить. Потому что это такой уникальный проект, тем более для наших народов, когда сейчас все начинает забываться, мы уже идем в одну ногу с современностью. Возможно, это и хорошо, но мы как бы не должны забывать о том, чем еще можно заниматься, кроме того, что сидеть в ТикТоке и в Инстаграме. А это сейчас очень важно. Конечно, безусловно. Но очень радует, на самом деле, что у вас уже на данный момент существует план по развитию и масштабированию, так сказать, этого проекта. Ну вот сейчас подскажи, пожалуйста, какое из направлений стало наиболее популярным? Угу. Художественная керамика. В данной школе девочек было побольше, чем парней, потому что они решили, что как в этих фильмах, красиво там с глины какие-то кувшины делает, и все выбрали. Не все, там около 40 человек выбрали направление художественной керамики. Ну это круто. Они потом эти кувшинчики будут продавать. Ну это даже решает хоть немножечко трудоустройство, проблему безработицы, потому что те вещи, которые ты будешь создавать, ты можешь их спокойно продавать на курорках, делать маленькие сувениры. Ну и это круто. Конечно. Тем более, если сырье университет предоставляет. Мы были поддержаны федеральным агентством по делам молодежи, поэтому и начали реализацию данного проекта. А все, продукцию и то, что ты сделаешь, ты можешь, конечно, забрать. Отлично, на самом деле. Неплохой бизнес-план присовывается. Ну вот подскажи, пожалуйста, ты сказал, что люди, которые там обучались, они производят что-то, даже могут это потом продавать и так далее. Ну вот после, скажем так, окончания обучения, может ли человек так же приходить и работать с этими станками? Да, да, конечно, школа будет открыта. Если ты прошел эти 10 дней обучения, то это, конечно, не останавливает тебя и перед тобой не закрываются двери. Ты можешь спокойно приходить, дальше работать, возможно, даже уже помогать мастеру, обучать и других ребят, новичков, которые пришли обучаться данному примеслу. Это даже хорошо. Конечно, конечно. Ну вот все-таки за 10 дней, мне кажется, нельзя полностью углубиться в какое-либо мастерство, ну а так у них есть все шансы стать мастерами того или иного примесла. Главное начать. Действительно, главное начать. Ну вот подскажи, пожалуйста, смогли ли вы достичь всех показателей, которые ставили собой перед началом реализации данного проекта? Да, да. Все показатели, которые мы и так прописали в самом проекте, мы их достигли и даже больше. У нас как раз, вы, наверное, слышали, что при Министерстве науки и высшего образования создается совет обучающихся. С каждого субъекта, с каждого региона по одному представителю всех студентов. И с Карачаева, Черкесии, конечно, мы поучаствовали в данном конкурсе, подали заявку, и мы прошли, и наша студентка, она стала членом Совета обучающихся при Минобрии науки Российской Федерации. Вот недавно у них прошла встреча с министром науки и высшего образования. И как раз по этой линии был проведен конкурс по реализованным студенческим проектам. Мы подали заявку, вот как раз открытие Центра традиционных ремесел народов КЧР, и мы вошли в топ-5 самых лучших проектов Российской Федерации. И не только вошли в топ-5 лучших проектов, мы заняли еще там первое место. И вот когда мне позвонили с Министерства науки и высшего образования с Российской Федерации и сказали, что наш проект попал в топ-5, и не только в топ-5, а только наш проект будут презентовывать первому заместителю администрации президента Российской Федерации, я тогда был в восторге. Я тогда был в восторге, и с ребятами мы уже, конечно, подготовили ролик, презентацию, и как раз девочка, которая, вот наша студентка Агабекова Эльвира, которая прошла отбор и представляет нашу республику в данном совете, она представляла и наш проект. Это для нас уровень, уровень хороший. Мы, можно сказать, пробиваем потолок молодежной политики нашего региона, но теперь, конечно, придется работать намного больше, потому что нельзя теперь опускать планку ниже. Само собой, само собой. На самом деле это удивительное достижение, я очень рад, что ВУЗ из нашей маленькой республики достиг таких высот и реализовал такой действительно крутой проект. И очень надеюсь, что те планы, которые вы перед собой ставите, о масштабировании этого проекта, будут реализованы в полной мере. Ну вот, также, Наурус, я знаю, что вот совсем недавно прошел так называемый Татьянин день, день студента и так далее. Вы провели ряд мероприятий, приуроченных к этому дню. Расскажи, пожалуйста, немного о них. Этот день был, конечно, просто сумасшедший, потому что как раз презентация данного проекта была в этот день. То есть Министерство науки и высшего образования вместе с Российским обществом знаний, они проводили марафон на весь день. То есть с утра с 8 часов можно было посмотреть ВК-холл, там по ссылочке, но она по всей России была распространена. Можно было посмотреть весь этот марафон до 6 часов буквально, там рассказывалось про все. И про разные проекты, про большую перемену, про твой ход, там разные достижения, разные. Мы даже танцевали там, ну мы, конечно, наблюдали, нам было интересно, мы пытались что-то выучить. И как раз в данном марафоне мы и презентовывали наш проект всей России. И Кириенку, и министру, и руководителю Федерального агентства по делам молодежи. Далее, благодаря еще этому марафону была запущена акция «Стань студентом на один день» для школьников. То есть в вузы приглашали школьников. Ну, разное количество, мы, конечно, около 30 школьников пригласили, чтобы и соблюдать те меры предосторожности. Потом мы их даже разделили по группам, чтобы они не часто пересекались между собой. Даже вот отвели в нашу школу традиционных ремесел, они тоже попробовали там что-то сделать для себя. Мы провели день открытых дверей до школьников, с утра до вечера они были вместе с нами, мы им показывали разные клубы, проводили им пары, разные лабораторные работы. Даже провели встречу с ректором. Это очень круто, что он смог освободить для нас такое свое время и пообщаться со школьниками. Далее мы еще поучаствовали в интеллектуальной игре «Лига эридитов», проведенной Министерством по делам молодежи нашей республики. И здесь наши студенты меня обрадовали, они поехали, выиграли первое место с хорошим отрывом, по их словам. Я, конечно, был занят другим делом, но я поверил, а когда они принесли кубок и благодарность, это очень сильно радует. И спасибо, конечно, Министерству, интеллектуальная составляющая нашей молодежи, она должна развиваться. И ни в коем случае мы не должны оставлять это на потом, заниматься только спортом или чем-то другим. С самого ТикТоком и Инстаграмом. Далее еще приняли участие в обсуждении общественной палаты по теме Холокоста. Как раз и сотрудник исторического факультета нашего приняла в этом участие Тикейва Лариса. И член общественного движения Всероссийского волонтера Победы, который находится на базе нашего университета. То есть региональное отделение приняли участие в данном мероприятии. Ну, многое еще другое, потому что об этом много рассказывать, рассказывать, рассказывать. Студенческая жизнь, она и так насыщена, но в этот день она просто была перенасыщена. Радует, радует на самом деле. Вы везде преуспели, получается, везде вы первые. Стараемся, стараемся. Да, молодцы на самом-то деле. Ну, вот сейчас на УРУС, ты наверняка помнишь, что в рамках нашей телепередачи есть твоя интересная и такая необычная традиция. Каждый наш костик в конце нашего диалога делает пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы ты им хотел пожелать? Это моя любимая часть. Дорогие друзья, дорогие жители нашей прекрасной республики, я желаю вам здоровья и счастья. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы с вами должны улыбаться и относиться к этому легко и просто. Желаю вам только счастья. Спасибо большое за твои пожелания. Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях был Наурус Капушев, начальник управления молодежной политики и социальных проектов КЧГУ. Спасибо тебе. Спасибо за приглашение.